19 мая в СССР отмечался День Пионерии. Пионерское движение ушло в прошлое, но неофициально праздник продолжают использовать в качестве темы для проведения досуговых мероприятий. Так, 15 мая профсоюзной организацией Смоленской атомной электростанции и городским спорткомитетом был организован открытый кроссовый забег «Пионер Трейл-2021». Легкоатлетическое соревнование существует уже два года. Оно проходит в районе деревни Генина на месте, где когда-то проводили съезды пионерских дружин. Старая традиция, потому что в пионерии были положительные моменты, вот эти же сборы, какие-то соревнования, какие-то мероприятия. И мы как бы решили вот эту связь поколений соединить. На стартовой площадке собрались почти 80 человек из Рославля и Десногорска. Возрасту участников соответствовали 12 забеговых категорий. Самая младшая группа – дети 2010-2011 годов рождения. Самым старшим участникам – за 60. Я сегодня шел на просто такое хорошее спортивное мероприятие, вспомнить молодость в свои годы, тоже пионерский, был пионером. Поэтому часы даже не брал. Да, ради интереса, ради вот этого события, ради людей, ради встречи с друзьями. Среди участников соревнования – профессиональные спортсмены, а также фанаты бега и школьники. Расстояние для забеговых групп было различным. Дети и женщины бежали 2,8 километра, мужчины – 5 километров. Для меня это личный рекорд, потому что 2,5 километра и второе место мне понравилось. Пионерская горка полностью соответствует специфике кросса. Пересеченная местность со сложным холмистым рельефом. Трудность трассы – это главное условие трейлового забега. Его цель – преодоление себя и оценка собственных возможностей. Бывает грязь, различные броды, какие-то горки. Вот здесь, допустим, три горки были очень крутые, очень крутые. Там даже некоторые помогали руками, да. Но с другой стороны, я спросил у детей, говорю, ну как вам? И они сказали, да, очень интересно. На финише всех участников забега наградили оригинальными медалями. Призеры соревнования получили дополнительные награды и памятные призы.